То есть каждый день можно заниматься, но опять же это определённый промежуток времени должен быть. То есть должен чётко знать, сколько ты будешь это делать. Потому что всю жизнь так заниматься, но каждый день, тоже не стоит. Минимум 4. Ну до 7 раз в день. То есть можно устроить себе какой-то челлендж и двухразовый поход в зал в день устроить, но опять же это определённый период времени должен быть. То есть свой тренировочный план должен быть исходя из того, какой у вас опыт и что вы хотите. Если вы занимаетесь уже год, три раза в неделю, или что-то вы думаете результата нет, скорее всего у вас пора уже давно было перейти на 4-5 раз в неделю, где-то так, и уже что-то с питанием сделать надо было давно уже. Если три раза в неделю мы занимаемся, это хорошо. Но если вы хотите лучший результат, если у вас нет катастрофических отложений жира, то надо больше все равно. То есть чем лучше результаты хочешь, тем больше тебе нужно действий. Чем лучше хочешь результат, тем больше действий должно быть. Четыре, а то и пять раз в неделю заниматься. А если скажете, например, уставший человек, 12 часов попахал, имеет ли смысл идти на тренировку вечером и как бы... Ну вот тут, конечно, про это я и говорю, что когда ты составляешь свой определенный план тренировочный, ты должен учитывать свой образ жизни. Тоже, да? Да, конечно, обязательно. Если человек 12-15 часов в день работает, скорее всего, наверное, все-таки не стоит. Я думаю, что не будет эффективно, да? Не будет эффективно, конечно, потому что ты и так устал эмоционально, да? То есть ты прямо потому что будешь пихать себя там, да? То есть и будет неэффективно выполняться упражнение. И скорее всего, наоборот, то это во вред пойдет. Потому что если у тебя опять в следующий день работа, там, еще что-то, то если тебе надо... Ну, то есть да, это будет плохо. Поэтому все-таки надо учитывать свой, скажем так, ну, график вообще. График надо учитывать, тогда... То есть что здесь можно сделать? В любом случае, если ты хочешь, нельзя сказать, что а, все, тогда все, а, все, ничего не получится. Нет, получится. Тут надо обращать внимание, скорее всего, надо больше на питание. Больше регулировать внимание на питание. То есть свободное время все равно, когда есть, тогда уже, когда есть свободное время, туда впихивать эти тренировки. Но больше тогда обращать внимание на питание. Потому что с питанием, питание это основа. Уже с питанием можно получить результат. 80% да? Да. Но, скажем так, с тренировками это будет куда эффективнее, допустим. Но с питанием можно и без питания вообще. Без тренировок просто. Питание отрегулировав, просто, ну, я так бы, понадобится больше времени, в общем-то. И все. В какое время суток лучше подходит? А, без разницы, кому как. Лучше. Лучше вечером, да? Без разницы. Вообще, я сам занимался, не знаю, если занимаюсь. И утром, и вечером, и днем. То есть не... А если утром плохо становится? Если плохо, тогда не надо. Вот тут, первый, самый простой ориентир, это, ну, самочувствие. Да, просто. То же самое, знаете, спрашивают, когда лучше вот кушать вечером, да? То есть там есть такое два-три часа, да? То есть, ну, самое... Можно поесть, в общем-то, и за час. Но если ты поел, ориентированно, что будет являться твое самочувствие ночью? Плохо спал? А, тяжесть желудки, сны там слезет дурацкие, да? Наелся, да? То есть, тогда ты переносишь еще на полтора-два часа. Если ты поел, и все хорошо, да, там, легкую пищу, ну, все прекрасно. Тут то же самое. Утром пришел, но есть люди, которые действительно не могут взять. Ну, там встал вообще. Бывает такое, да, да. Это может, конечно, быть еще потому, что, то есть, не поел, может быть. Или поел, да и много поел. То есть, ну, то есть, если не идет утром, плохо, конечно, лучше перенести. То есть, ну, тут же надо смотреть так, чтобы было тебе хорошо. То есть, а вот эти все исследования, ну, надо понимать, что это просто исследования. Где-то они велись на каких-то все равно людях, да? А эти люди все равно, скажем так, индивидуальны, да? То есть, у них вот своя ситуация. То есть, у них вот это выявилось, что, скажем так, показатели какие-то показали на то, что утром лучше. Да, вот нет такого, что… А что быть, допустим, человек, если у него там, скажем так, ночной образ жизни, да? То есть, он занимается, ну, так когда, когда может, да? То есть, что теперь получается, что если ученые доказали, что только в определенное время можно заниматься, и все. И больше другое, скажем так, неэффективно. Нет. Такого… Все, что вот… Все, что написано где-то там в интернете, или еще где-то, надо понимать, что написали определенные люди. Основываясь на каком-то опыте, на своем, или на опыте, скажем так, того, кого они исследовали. И все. Но это были все равно какие-то люди. Это так. А вот иногда бывает такое, в зал приходишь и зеваешь ходишь. Ну, бывает. Бывает. Может, просто воздуха не хватает. Блин, вообще, как будто вроде и выстался, и ходишь, и как… Бывает. Сейчас я сам бывает. Я понимаю, что это плохо, или… Это просто бывает. Да. Это просто бывает. Это просто бывает. Ходишь, зеваешь, но ты делаешь как-то. То есть, и все. Я говорю, тут связано, может быть… Может, ты неправильно что-то делаешь. Как бы… Может быть, просто отдохнуть надо. Нет. В том-то и дело, что когда вот именно выспаны и… Нет. Я говорю, что да. Это просто бывает. Я говорю, что может быть, не хватает воздуха. Чисто из-за организма посылает, что тебе надо вдохнуть. То есть, я вот, когда такое сейчас, я не особо на это не обращаю внимания. Да. Так. Распределять упражнения на отдельные мышечные группы, таким образом, чтобы не было перетренированности. С чем-то связано, нам можно разделять тренировочки, да. То есть, сегодня, допустим, у нас грудные мышцы, завтра, там, через день, да. То есть, мышцы спины, мышцы ног, плечи, да. То есть, так вот. Чтобы все-таки какой-то восстановительный процесс был. Ну, естественно, если мы говорим о тренировках в нормальном режиме, то, в принципе, можно заниматься, то есть, если ты уже достаточно занимался, можно, в принципе, каждый день, потому что особо перетренироваться не может быть, потому что мы не поднимаем там огромные веса. Перетренироваться, если вот действительно пришел и поделил там тон в общей совокупности вес, ты поднял, скажем, там, тон 5-6, а то и 10, тогда да, тогда можно сказать, что тебе в следующий день не надо тренировать вот эту группу мышц, да, там, 5 тонн и так поднял, куда, да, да, и мышца у нас становится. Если мы говорим о нормальном, обычном режиме, в котором мы занимаемся, да, то есть, ну, можно, в общем-то, позанимался, ну, лучше эффективно ты позанимался, допустим, грудные прокачал, да, на следующей тренировке там спину, да, там прокачал, потом еще день поотдохнул, там, ноги, да, подключил, вот так вот можно. Ну, один день, естественно, можно брать, допустим, если у нас то же самое на групповых тренировках есть, что мы там все тело, да, там прокачал. Общий такой? Да, общий, да? Автоваль, да, 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 да. То есть, там, ноги, руки, спина и грудные, все, в общем-то, прокачал. Ну, естественно, максимально, чтобы мышцы прорабатывались эффективно, естественно, такой должен быть тренировочный план, да, то есть, вообще, то есть, упражнение за тренировку должно быть где-то от 5 до 7, понимаете, да? На одну группу мышц, если мы говорим. Если мы говорим про ноги, если мы прокачиваем, должно примерно 5-7. Соответственно, то же самое, если мы про грудные мышцы говорим, тоже 5-7. 7 это очень, ну, то есть, скажем так, интенсивный будет график, если мы хотим уложиться в час, да, то есть... А если я делаю, например, спина и грудь, ну, по 3, например? Ну, то есть, можно так. Тоже. Просто я, ну, по времени, если 5 делаю, то... Ну, да, 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 да. Не, ну, то есть, я про это говорю. То есть, это уже тогда разный график получается. Видишь, тогда спина и грудь. То есть, если мы говорим просто про грудь и бицепс обычно, да, то есть, есть вот разный тренировочный план, потому что, вот кто-то прокачивает, допустим, грудь, спина, есть такие, да, то есть, да. Да. У меня, допустим, если грудные, то я включаю бицепс еще, если спина, то у меня трицепс. То есть, такие вот вещи. Тут нельзя сказать, что это же правильно, неправильно, то есть, если... Да, 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 тут вообще такого нет, что там правильно, неправильно. Есть основа, базовые упражнения делаешь, можно не выполнять неправильные упражнения, но вот сами, когда ты совмещаешь какой-то свой план создаешь, тут уже как бы, особенно если у тебя есть результат, то можно сказать, что это неправильно. Ну и опять же, как всегда, многосуставные или можно еще изолирующие упражнения, да, подключать обязательно, но основа, это базовые упражнения. Какое изолирующие? Изолирующие упражнения, это там, где работает там мышца. Простой пример, мы стали упражнение, вот, поднимаем, изоляция, чисто вот работает только бицепс. Концентрирование. Да. Вот это изолирующие упражнения. Или там, раз, там, трицепс, да, то есть чисто изоляющие. Но основа, то есть, мы не должны начинать какие-то свои тренировки, вот с таких вот упражнений, да, там, допустим. То есть, основа только базовая. Сначала базовые, базовые, тяжелые упражнения, потом уже все остальное, уже изолирующие или какие-то дополнительные упражнения на тренажерах. Это базовые, да? Да, да, да. Сначала более простые, потом... Нет, наоборот, сначала тяжелые. Наоборот, сначала более тяжелые, ты вложился прямо вот так, ах-то, да, то есть, выдал, а потом уже все остальное. Да. Потом уже изолирующие какие-то или дополнительные на тренажерах. Начинать лучше с базового, да? Начинать всегда с базового. Вот первое, да, то есть, приходишь в зал, если у тебя ноги доводят, что ты делаешь? Сначала приседания. Или стану, или жим. Или жим ногами. Это базовое, да? Да, да. А потом уже вот эти вот. Это уже изолирующие упражнения, да, то есть, чисто вот работа у нас по трициплине здесь. Так. Гардиотренировки. Вот они, кардиотренировки, мы до них добрались. Вот в чем беда часто бывает, вот как ты говорил уже, в том, что человек приходит, становится на дорожке и начинает ходить с одной скоростью. Да. И может быть и час пройти. Он уже час, он ходит, ходит, ходит. Что происходит? То, что тело это воспринимает, как ему надо пройти просто определенный промежуток времени или определенное количество километров. Все. На то, чтобы тратить энергию, у него как бы задача не поставлена. Ну, человек встал и пошел. И чаще всего вот как раз таки в этом то и проблема. И вот как раз таки то, что если человек думает, он силовые сделал, сейчас как кардио пойду еще сделаю, как и вообще тогда все там подкорректирую. Да, ну и пришел, и пошел. Да. И пошла, да, час. Холодит, ходит. Ну и смысл в этом, в общем-то. Я говорю, как физкультура, физкультура вообще. Нет, на дорожке же есть кардиорежим, там оно поднимается. Ну вот я как раз и говорю, что лучше всего, как как раз таки можно там ставить режимы какие-то. Я делал все своими вот этими пальцами. То есть я встал, первое, что делалось, это какой-то бег, да. То есть я ставлю все максимальный наклон. И там это называется интервальный бег или ходьба. То есть быстро-медленно, быстро-медленно, да. Еще можно, конечно, там менять наклон, но это, наверное, не стоит даже. Но в любом случае надо делать интервальный, да, тебе это быстро-медленно. Это связано с расходом энергии. Ну то есть пример простой, кто ездит на машину и знает, что газ-тормоз, газ-тормоз, это расход топлива сразу же естественно увеличивается. Здесь в принципе, в принципе то же самое. То есть ты не даешь телу, скажем так, включить этот круиз-контроль. Когда ты раз, пошел с одной скоростью, да, и все. Пошел, пошел, пошел. Можешь ходить так три часа, два часа. И неэффективно это будет. Это неэффективно будет, если мы говорим о жиросжигании. Вот когда ты быстро-медленно, да, то есть когда ты усиливаешь, тогда ты начинаешь чувствовать, что и твой пульс учащается естественно. Когда ты быстрее-быстрее-быстрее пошел, в том раз, там медленнее. И вот этот интервал себе можно создавать сам. Может, чтобы тоже не было определенного, скажем так, графика. Вот как я встал, допустим, на дорожку и пошел. Медленно, ну, допустим, быстрее увеличил, в том раз, там, медленно, там, на чуть-чуть, да, скорость уменьшил. В том раз, опять быстрее, опять медленнее. Ну, побежал, особенно, там, с наклоном максимально. Не побежишь особо. А лучше ставить наклоны, да, чем бегать? Ну, я, чаще всего, если у меня кардиолог, если в зале, то есть я ставлю себе максимальный, как раз-таки, наклон и ходьбой занимаюсь. Я на дорожке, да, да, то есть я не бегаю на дорожке. То есть я бегаю только на улице. То есть на самой дорожке я не привык, мне не очень нравится. То есть, поэтому моя кардио тренировка, как раз-таки, интервальная ходьба. Только, ну, ходьба. Там, быстрее, ну, там, где-то 7-7,5 максимальная скорость. У нее бывает наклон. Да, и тогда ты ходишь-ходишь, потом раз-таки, на 4, да, скинул, раз-таки, да. И потом, когда ты начинаешь вот такой интервальный бег ходьбу подключать, и действительно заметишь, даже когда ты быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро ходишь какое-то время, потом пускаешься, и у тебя начинает игра там подойти, да, то есть совсем по-другому. Потому что некоторые думают, чем быстрее, они еще быстрее начинают бегать, еще быстрее. Да, там бегут, 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 да. То есть там, кто-то еще бегут, то еще результата все равно нет. А ты попробуй просто, говорю, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. То есть таким способом за короткий промежуток времени можно достичь, я скажу так, вот этого эффекта жажигания. Потому что считается, да, то есть были такие, как бы, исследования, опять же тоже, что если ты 20 минут бегаешь или ходишь, то есть меньше 20, вообще смысла нет, как бы. Да, да. То, что вот ты вот там 10 минут, 15 побегал или походил, как бы, ну, вот когда после 20, тогда уже начинается какой-то идти процесс. Но вот этот процесс можно ускорить как раз таки вот этим интервальным ходьбой или интервальным бегом. Быстро-медленно, быстро-медленно, быстро-медленно. Даже если мы знаем, знаете, там есть распространенные велосипеды, как-то там спины, как-то, да. Да, спиннинг? Там тоже вот я ходил, там дорожки, там тоже вот это и был принцип. Ты быстрее ставишь скорость, медленной потом встаешь на него, да? Там крутишь педали с огромными утяжелителями этими, тогда вот-вот тот же самый принцип. Тоже самое, да. Можно педали крутить и дожек. Все в принципе, принцип вообще в принципе такой же самый. Потому что ты просто быстрее можно это на элипсе делать. Везде это можно сделать. Самое главное, куда бы я ни встал, эллипс или дорожка, то быстрее, медленнее, быстрее, медленнее, быстрее, медленнее. И нет какой-то определенной схемы. Я могу сказать, что 5 минут быстро, быстрым шагом, 5 минут медленнее. Нет, у меня как-то раз там 5 походил, потом пошло. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. И тогда на самом деле это интереснее, тогда больше времени может входит. Потому что если ты встал, действительно бывает, там, если есть когда-то думается, в каждой тренировке 40 минут, ну, как я 40 минут, не прыгаю, 40 минут выходить просто. А когда ты разбиваешь их на определенные вот эти вот блоки, да, там, быстро, медленнее, быстрее, медленнее, тогда и время по-другому, скажем, бежит, да. И оно вот это некий, скажем так, некий самообман, читинг получается, да? Можешь сказать, право наклон беговой дорожки, может, вы сказали, что вы все ставите максимально? Сколько, касается? Ну, там, 15, по-моему, или сколько он там? 15, по-моему, 15 градусов. Ну, вот я говорю, прихожусь, у меня вот кардио, у меня вот есть именно вот на, именно в зале, когда, да? Тогда вот я, как бы, на максимальный наклон, и тогда вот ходьба, да? Как важно следить за пульсом во время кардио? Ну, вот тут я иногда его проверяю, когда есть вот на этом режим, то есть вот этот, да, то он руки поставил, он умеряет. Я вот слежу его по своему дыханию и по своему, скажем, такое самочувствие, устаю или нет. Потому что, если ты действительно, как бы, скорость хорошая, ты устаешь, ну, там в любом случае пульс, как бы, поднимается, это надо понимать, да? То есть, ну, вот у меня вот там 130 где-то, да, то есть хорошо, да, идет. Я особо на это не обращал, понимаете, лично я. Можно, в принципе, и по пульсу вот эти замеры делать, но я как раз-таки замеряю, скажем так, по своим ощущениям. В плане того, что, как бы, ну, опять же, помните, да, в зале, если тебе совсем легко, ну, скорее всего, ты ерундой страдаешь. Здесь такая же история, если ты пришел, ну, очень легко определить, ты сейчас ходишь и как бы, ну, ходишь и ходишь, особо там не напрягаешься. Ну, скорее всего, и с пульсом у тебя там тоже, так, ну, так, спокойненько все. Да, да, в состоянии покоя. Поэтому это все легко определяется по самочувствию, потому что, если действительно, вот, ты поставил максимальный наклон, допустим, дорожку, и ты включишь, там, 7,5 скорость, да, там, до 7, то есть это очень быстро, да, то есть именно ходить для этого, да, то есть ты ходишь, 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 устаешь, и ты, то есть ты ходишь, ходишь, ходишь. Тогда будет собираем Sabrina eh другую часть, да, там, домой давай 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 давай. Вот так вот д Kunden, да, ребят У vouchers are the same Москве, drafted, и, ну, когда надо такое Picture Sun. Да, как же б focused? В следующий момент у вас 생л처로 ты играл в ants, souls is gonna have certainly hit your tenha relate, relação на сенсорное тел. Продолжение следует...